18 декабря прошел финал проекта «Холостячка», в котором победил Александр Элерт. Александру 34 и к этому времени шоумен уже был дважды женат. Со своей первой супругой Элерт познакомился еще в годы студенчества. Спустя какое-то время пара решила узаконить свои отношения. Не было какой-то невероятной истории и предложения руки и сердца, вспомнил Элерт. Просто сказал «Давай жениться, смотри какая прикольная дата, 070707». Рассказали родителям о решении. Мама, конечно, была немного в шоке, что рановато женюсь. Но брак будущего шоумена довольно скоро дал трещину, и уже через два года Элерт снова стал холостяком. Что правда, по совместительству и папой. Причиной расставания супругов стали разные характеры и взгляды на жизнь. Элерт любил активный отдых, суету, но не видел взаимности со стороны жены. Во второй раз Александр женился лишь через 7 лет, но и в этом случае все началось с дружбы и ею и закончилось. Пара решила вернуться к дружеским отношениям и тоже отправилась в ЗАГС, чтобы снять официальный статус. Как уже упоминала, от первого брака у мужчины есть 12-летняя дочь Элли. Несмотря на развод с первой супругой, шоумену все-таки удалось найти общий язык и сохранить отношения с ребенком. Они вместе проводят выходные и путешествуют. Сегодня девочка пишет свою книгу комиксов, которую Элерт намерен издать. А сам Александр тесно сотрудничает с актерами 95-го квартала, как автор шуток и зарисовок. В свое время с Владимиром Зеленским и Евгением Кашевым он познакомился после шоу «Расмеши комика», на котором победил. Наряду с этим шоумен зарабатывает как ведущий мероприятий. Ну а когда СТБ объявил о планах запустить шоу «Холостячка» с Ксенией Мишиной, Элерт стал шутить в соцсетях, что непременно станет его участником. И как оказалось, шутки не совсем были и шутками. Но благодаря им шоумен заочно познакомился с актрисой. По словам Элерта, он давно обратил внимание на Мишину и наверняка попробовал бы познакомиться ближе, если бы не шоу. Хотя шоумен не стал скрывать, что это было бы непросто. Потому что мужчины трусы, они боятся, отметил он. Я не говорю о том, чтобы голым пробежать по отелю, прыгнуть с моста или пойти одному против четверых. Но они боятся женщин, которые им нравятся. Что им откажут или не поймут. А подписчики Мишиной до сих пор вспоминают, как Элерт в шутку пророчил ей новую фамилию – Сашина. Посмотрим, суждено ли этому сбыться. А на этом все. Услышимся! Субтитры сделал DimaTorzok